всем ребят добрый день привет привет со мной сергей и даша наверное вы уже многие их видели по инстаграму по телевидению да то есть ребята везде и вот нам получилось на коломенской земле встретиться на фестивале слет под рюкзаком вот и сегодня мы расскажем про их технику и про их приключения про их жизнь потому что если я расскажу просто про их транспорт для путешествий да то это будет не вся картинка и вы не поймете что насколько это жизнерадостные веселые интересные ребята вчера сергей и даша играли на гитаре причем они гитару первый раз взяли руки маленькую который для вас необычно было ребята были перегрим кемпера до кирилл невинский да вместе далеко вот мы очень душевно посидели попели песни кто-то послушал ну в общем ребят начинаем наш рассказ он будет из двух частей сначала мы расскажем про домик а потом мы попробуем сделать некий блиц вопрос-ответ и чтобы вы больше раскрыли что это за ребята все начинаем почему такой транспорт выбрали все просто на самом деле мы очень давно мечтали путешествовать на автодомах мы когда с дашей были студентами еще жили на съемных студентами два года назад нам по 24 года сразу скажу чтобы не было вопросов вот получается мы жили в общежитиях на съемных квартирах когда учились и поняли что такая жизнь не для нас мы хотим чего-то большего хотим попутешествовать более свободными быть и независимыми что ли в этом плане да не ходить ну там на работу какую-то не на это вы получили высшее образование параллельно получается за год еще один год потратила на дополнительное высшее образование вот мы стали рассматривать разные варианты куда бы переехать снимать жилье также либо строить что-то самим и поняли что хотим больше путешествовать больше свободы в передвижении какой-то наверное как многие в инлайфере насмотрелись youtube канала до путешественников которые на автодомах путешествуют собственно и вот захотели именно автодом что это нам подходит такой вид жизни но тем не менее да то есть автодомов с одной стороны и не назовешь потому что ну словом говоря ты едешь не в теплом салоне да то есть ты едешь на улице домик сзади вот сейчас мы расскажем как к этому мы пришли как раз в это время когда мы обдумывали все наше дальнейшее путешествие я сдавал на права на категорию а не на категорию б то есть я катаюсь на мотоциклах тоже с юных лет мне тема очень нравится привлекает я сразу хотел получить две категории теорию я все сдал с первого раза без проблем афодром тоже на мотоцикл я сдал тоже с первого раза без каких-то проблем и так далее но на автомобиль мне так и не получилось получить права то есть ты не сдал ваш я не сдал города и это происходило несколько раз то есть не одна попытка у меня была если я не ошибусь это было около 10 попыток ну не знаю кто в этом виноват может быть я может быть инспектор инструктор я вовсе не история с такси там да как полицейский пытался сдавать да и прошел их прохожих сбивал там было все по-другому да где-то они притянуты были как бы за уши то есть не всегда обоснованы как-то и возможно в какой-то другой ситуации я бы сдал ну к счастью либо к сожалению у меня прав на автомобиль нет и из всего этого мы вышли вот таким вот способом то есть мы не хотели откладывать жить нам на потом куда-то да да нашу мечту потому что уже были подкоплены некоторые средства были распланированы там даты это уже начали планировать маршрут уже то есть помимо транспорт техник то есть уже до понимали как будет жизнь складываться сколько обошелся этот трицикл вот я могу сказать про весь проект наверное так будет проще и лучше весь проект с учетом мотоцикла жилого модуля обошелся в сто тридцать тысяч рублей что это за мотоцикл но я понимаю что это китаец да можно какие-то параметры его привести характеристики расход скорость конечно это китайский грузовой трицикл по моему в птс сан шунг называется но их очень много на рынке есть там аякс лифан и так далее то есть они по факту все однотипные у меня двигатель 200 кубиков есть 250 получается воздушное охлаждение 16 лошадиных сил у него 4 ступенчатая коробка до 5 ступенчатая коробка она получается по кругу включается то есть весьма интересно не как первая вниз остальные вверх а они по кругу с одной стороны удобно да с одной стороны это удобно но пришлось привыкать как бы раньше так не задняя передача есть до задняя передача есть можем подойти подоснять там стоит специальный редуктор то есть это распространенный мотор он ставится на много мотоциклов китайского производства здесь идет выходной вал на который устанавливается либо звезда на цепном приводе мотоцикла а у тебя у меня да у меня специальный редуктор получается как раз задней передачи то есть наступили на лапку переключения задняя скорость вперед очень интересное решение у нас у муравья в редукторе переключается а здесь получается на выходном валу коробки да да не интересное решение на самом деле есть ручник да есть ручник получается средняя скорость у нас примерно 45 50 километров в час конечно нам не хватает уже мощности этого двигателя мы получается с урала проехали сочи и там были серпантин и который на который было очень тяжело нашему мотоциклу как воздушник справлялся то есть вот серпантин и ты сказал то есть это подъемы и плюс жара справлялся тяжело сразу скажу горелся то есть в крыму мы даже умудрились его перегреть и он у нас застучал то есть нам пришлось крыму ремонтироваться у нас есть видео на канале об этом интересно можете обязательно я ссылки на ваш инстаграм и на ваш youtube канал привожу чтобы естественно люди могли больше узнать о вас здорово колеса здесь автомобильного типа то есть 12 радиус резина такие подходят атаки это уже поменяли то есть да да у нас стоит запаска сзади вот и она у нас это было таки старая порвалась передняя вилка я смотрю то есть здесь хитрое решение то есть еще дополнительно амортизаторы ставится то есть а сам сами трубы это просто направляющие ли там тоже амортизатор там тоже идет амортизатор то есть масло и пружины внутри но с одной стороны вроде решение интересное хитрое какое-то но она не рабочие вот на практике я понял что здесь еще должны быть одни амортизаторы я их убрал и поставил назад потому что вилка очень жесткая не отрабатывает смотря на то что это грузовичок мини грузовичок да да жесткая не отрабатывают от мелкие неровности какие-то в планах это все модернизировать и переделывать а сзади стоят просто рессоры то есть ни о какой подвеске то речи не идет амортизатора мне пришлось зимой переделывать я снял вот эти передние амортизаторы и поставил их назад сделал крепление почему из-за того что раскачка так давай раз мы начали спереди расскажем что ты модернизировал здесь что тут ты доработал под свои нужды изначально мы поехали без всяких доработок то есть не было ни обтекателя не вот защит ветрозащит руля не ветрозащиты для ног это все я уже дорабатывал в сочи после того как вы проехали 3000 получил опыт понимания что ну да 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 после езды на такие дальние расстояния на мотоцикле я понял что этого не хватает стал более обтекаемый наш мотодом и соответственно расход немного снизился за счет вот установки обтекателя да да так сложно сказать но в среднем около семи литров на 100 километров 92 хорошо и смотрю ты поставил это под телефон навигацию до подогрева ручек нет да нет а как же ты сейчас вот допустим в дождь попал я понимаю что даже услуга пусть на улице плюс 10 но ты когда продуваешься могая соответственно руки мерзнут и все остальное ты игру такие километражи делаешь да на таком тихоходом технике условно говоря пять часов да ты стул и до сюда ехал да да здесь и дождик то периодически лил то ну нам повезло попали не попали под дождь дождя не было вот но у нас был опыт езды под дождем и на самом деле это неприятно то есть хотелось бы уже в дальнейшем какой-нибудь кабину может быть крышу чтобы было более комфортно либо более подготовленную одежду экипировку у нас пока вот вот этого нет но есть много в интернете там сумка перчатки с подогревом стельки с подогревом вплоть до того что целость полностью комбинезон то есть в принципе да да дальше вы едете вдвоем соответственно мотоцикл тебя был изначально одиночный да да изначально он был одноместный то есть сиденье было вот до сих пор модуль был без вот этого выреза это все сидел прямо фактически ты на переднюю стенку да я упирался в нее как бы оплака облокачивался было вполне комфортно то есть в птс нигде не написано двухместный трехместный или одноместный вот и поэтому мы решили что так ездить нельзя надо делать дополнительное посадочное место я купил сиденье на авито за 1000 рублей от кого саки от какого-то сварил сам рамку и установил после этого я вырезал дорабатывать да то есть немного у нас еще уменьшилось пространство несмотря на то что оно и так небольшое то есть ширина полтора метра жилого модуля длина 2 метра до высота в максимальном месте метр сорок и пришлось вот вырезать еще одну тебя не плоская крыша она наклон до целях аэродинамики хотел сделать более какую-то совершенную форму чем просто квадрат вот сейчас мы перейдем потихонечку к живому модулю но интересно допустим какие-то системы электрические вот он горит я здесь есть генератор вырабатывает электроэнергию модуль как-то связан есть зарядки в дороге аккумуляторов там не знаю еще что-то как-то что-то дорабатывал по электрике нет вот пока ничего я не дорабатывал то есть модуль автономен от трицикла они никак не связаны да по факту домик можно снять на опорах и трицикла уехать на по своим делам груз какой-то перевести в домике есть свой штатный аккумулятор но об этом я расскажу позже никаких зарядок здесь нет то есть на день пути нам телефонов хватает чтобы попользоваться там навигатор навигации какой-то что-то еще по задку дорабатывал я имеют под платформы какие-то системы там не знаю доп баки там грузовые отсеки что-то делал нет не все штатно да все штатно то есть мы это достаточно быстро произошло за два месяца построили да и отправились в путь потому что это был было начало уже осень с 25 сентября мы выехали 2020 года из урала там уже начались заморозки и мы хотели поскорее уехать чтобы понятно на летней резине тем более на такой технике по гололеду было бы сложно передвигаться цели безопасности тоже ты его купил бы уж не правда какой у него был на тот момент пробег и что-то дело по технической части чтобы вот но его привести в рабочее состояние купил я его за 40 тысяч рублей ну ездили там 150 километров по моему от моего дома пробег на нем был примерно 600 километров не знаю на самом деле 600 или он был скручен но факт есть в принципе он был по состоянию достаточно хорош то есть даже какие-то пленочки заводские на нем оставались там ездил дедушка на нем с покупкой достаточно повезло в принципе особо никаких переделок я не делал просто поменял масло обслужил все разобрал там смазал рессоры тормоза проверил вилку по моему я поменял одно перо потому что то было не рабочие собственно все подкрасил может быть чуть-чуть по запчастям то есть ты вот уже давно в пути много проехал с ним то есть вот и рассказал про мотор до что были проблемы что как обстановка по запчастям но примерные ценники если можешь озвучить и соответственно как их найти купить насколько вот это проблемно мотор достаточно распространенный то есть запчасти на него есть но не все сразу скажу то есть надо готовиться к тому что придется что-то заказывать срок поставки примерно 2 недели да да то есть на самом деле не супер универсальная техника для путешествий если говорить о ценах то у нас вот застучал мотор в крыму и мы заехали в сервис нам сказали надо менять поршневую и мы купили в сборе всю поршневую за две с половиной тысячи рублей то есть поршень кольца и цилиндр да да там колпачки еще масло съемные по моему вот и все а так думаю техника достаточно надежно если ее эксплуатировать ну в таких щадящих условиях и можно ехать и ехать то есть нам говорили что мы даже ну а дома от своего не уедем на ней она сломается у нас несмотря на это мы проехали уже более 7000 километров и возможно если бы он у нас не перегрелся тогда из-за погодных условий из-за вот крутого подъема да то мы бы путешествовали на нем и дальше я сейчас ты сказал про кабину да и поскольку мозг у меня уже начинает там сразу работать фантазировать значит у бмв был свое время скутер у него шли дуги уже стекло было и на молниях застегиваешься боковые дверки то есть это к чему я веду да то есть понятно что если искать трицикл с кабиной достаточно это трудно найти ценник возможно будет как у автомобиля на вот то есть плюс кабина это все-таки вес вес соответственно тянет мотор да то есть там дизель или бензин а эта конструкция легкая причем она может быть быстросъемная и ребята кто шьют тент и там вот выставочный стенд или там палатки да может быть кто-то для як шьет для грузовиков этот тент они в принципе могут вам помочь тем более сейчас есть вот эти пленки прозрачные то есть они могут гнуться тянуться но при этом прозрачных то есть это вот может быть для вас некое потом решение чтобы сделать легкую и разборную съемную кабину а не будет ли это изменение в конструкции транспортного средства ну ты бог ставишь тулевский кого тулевский бокс на крышу стоишь автомобиля да то есть это аксессуар вот это тоже будет аксессуар ты его снимаешь быстро то есть ты же его не приварил к раме да это некий аксессуар все так ведровое стекло да поэтому плюс это все мягкое условно говоря да там дуги могут быть алюминиевые или там что сейчас карбона вот эти как от палаток да то есть что-то власти да 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 то есть я к тому что это некая конструкция вот на плохую погоду вытащил поставил надо убрал но это вот в общем такая подсказка вот по зеркалам тоже расскажи пожалуйста потому что это же все пришло из опыта да да понятно когда мы установили сюда жилой модуль в штатное зеркало которое я убрал было ничего не видно сзади был виден только жилой модуль и мы думали как выйти из этой ситуации мне отец предложил поставить зеркало именно на это и место места и мы стали выбирать какие лучше подошли от камаза мы их немного усовершенствовали у них большое стекло то есть хороший обзор они сферические немножко да много сферические да и мы их в этих местах обрезали удлинили и покрасили теперь могу продемонстрировать все видно вот так я смотрю дашь теперь тебе вопрос поскольку мы сейчас будем переходить к разговору про модуль вот мы мужики да вот мы безбашенные да там можем сидеть за рулем в дождь там и так далее так далее до преодолеть все не сгоды но ты-то вот как вот в это все втянулось как ты все переживаешь тем более ваша первый выезда ты по сути сидела в закрытом ящике расскажи как вот вот твое восприятие всего этого похода в горе на неделю таких тоже условиях и под дождями ходила и палатки так что я более-менее к таким условиям привыкся ну просто есть путешествия неважно на чем но не получилось на доме но из машины сделать ну ладно что ж теперь получится в другой раз когда ты ехала в домике как проводила время это же ну я понимаю что перегоны по времени длительной скорость маленькая как как-то время проводил как твои впечатления с одной и лишь по навигатору наблюдала за дорогой куда мы едем иногда там свежо стучало если он не туда повернет потому что тогда еще он почему-то мы не ставили телефон ему вот ты штурманом была там даже может быть комфортнее чем сидеть здесь потому что здесь ты сидишь в одном положении грубо говоря не можешь там как-то повернуться а там если тебя что-то затекло повернулся как-то лег там теплее во первых да ну и в принципе у меня одно окно есть там люк сверху немного донаблюдал вот так за меняющимся небом вот но зато когда дорога заканчивается да все воссоединяетесь и общаетесь да ну и в принципе там не так ощущается дорога непонятно на самом деле куда тебя везут потому что нет мелькающих каких-то пейзажей да боковых окон раз нет но кластрофобии ничего не возникло после этого вот раньше у меня возникало иногда тошнота когда там в автобусах или на машине еду а здесь нет не укачивает так ну давайте тогда перейдем к модулю по какому ты принципу принял решение его строить да то есть размеры материалы планировка я наверное месяц готовил чертежи какие-то 3d модель то есть в solidworks я делал раму каркас продумывал решение где что расположить там где аккумулятор где там бьет лет где кровать шкафчики и так далее вот после того как это все было готово я решил что наверное проще всего и дешевле всего будет сделать это из дерева то есть здесь деревянный каркас деревянная рама из брусков 30 на 40 миллиметров сосна на урале бы это легкодоступный материал и без проблем можно с ним работать и в принципе я думаю для первого опыта это намного проще чем варить самому из металла или тем более из алюминия хорошо а если вот как делают просто листы фанеры берут скрепляет их да и сама фанеры есть каркас я думал об этом но так получится тяжелее то есть я искал компромисс между весом между ценой простотой и скоростью изготовления и ну пришел пока что к такому варианту внутри у нас установлен пеноплекс утеплитель 30 миллиметров и обшит фанерой весь каркас фанеры обыкновенная или это вода стойка самая простая фанера 4 миллиметра трехслойная а чем покрывал то есть он же условно говоря уже и зимовал у вас он был на солнце он трясся да то есть его я если помню правильно вы его снимали ставили то есть как вот вообще но чем покрасил да то есть как грунтовал что вот фанеры в принципе в таком достаточно хорошем рабочем состоянии да вот ему получается больше года он и под снегом стоял у нас и проливные дожди были все под открытым небом без гаражей без всего просто его покрасил обычной краской pf-115 да да как-то предварительно грунтовал чтобы краску вал и все и грунтовка по моему было но она была только снаружи внутри наоборот снаружи краска легла сразу на фанер да ну примерно 5 слоев 5 слоев ну все равно видна структура конечно я хотел бы от этого избавиться чтобы была ровная панель но видна структура до этого шлифовывать потом волос поднимается еще раз красить и вышкуривать вот то есть это достаточно такой момент трудоемки да то есть я бы дальнейшем наверное уже по другой технологии делал свой жилой модуль либо автодом какой-то потому что столкнулся с рядом такие сложности вроде кажется что это все быстро но получается что надо саморез сперва там зинкануть потом его загнать чтобы шляпки не было все это зашпатлевать потом это зашкуривать и если там раковина появилась еще раз шпатлевать ну то есть работы много проще наверное из алюка бонда композитный материал сделать я тоже рассматривал но ты ограничен по ширине там лист раскроет полтора метра до ширина и тогда тебе получается если не вписываешься нужно какой-то декор ну то есть состыковку делать до панели но у нас тоже здесь есть стыки то есть это не из цельного листа вот это вот здесь видно да вот здесь фанера по моему она вот как раз тоже полтора на полтора листы я покупал есть метр 20 на 240 вот у меня полтора на полтора как он тебя закреплен да потому что значит по-любому кто-то найдется из зрителей или диванных экспертов да что так ездить нельзя там вы переоборудованы все остальное но в данном случае вот это все что вот пишет это фигня полно потому что самое важное это желание путешествовать и то что люди стараются найти компромисс между скажем так техническими возможностями решениями и законодательством да и безопасностью которая не влияет на других участников движения а только если вдруг какие-то личные моменты это я говорю про то что какой-то кусочек даже приходилось ехать потому что внутри потому что по-другому никак нельзя было поступить поэтому давай мы расскажем как у вас это все решено потому что изначально это же бортовая платформа была борта у этого трицикла были съемные то есть я их снял установил жилой модуль и долго думал насчет креплений то есть думал либо на болты посадить либо там вот стяжками либо еще как-то пришел к такому варианту что обмотну стяжками со всех четырех сторон четыре стяжки я использовал с одной стороны для удержания груза с другой стороны для видимости для сотрудников потому что чтобы они понимали что это я везу груз который я так прикинул да да чтоб не было вопросов как у вас закреплен там да да а вообще у нас есть запаска которая притягивает большим болтом через раму через сам жилой модуль нашу конструкцию это некая страховочная вещь да да она находится внизу можешь посмотреть по развесовке вот сколько он у тебя получился по весу модуль и я просто примерно так предполагаю что львиная часть у вас груза да находится за оси вот как что здесь по развесовки развесовку я тоже продумал конечно получилось немного модуль смещен назад но это мы сделали из-за того что нам нужна была длина 2 метра хотели спать в полный рост да это критерий наш был такой при строительстве вот и я старался весь груз сместить переднюю часть то есть аккумулятор вода у нас газ да все находится спереди в первой части модуль конечно из-за того что сам модуль весьма тяжелый то есть примерно 300 килограмм он весит хотя несмотря на то что вот в основном это деревянный каркас таки да да я тоже думал что будет легче но вот получилось так получилось вот и получается в одном месте случае мы немного не плод рассчитали свои силы когда вы поехали в город и когда только дубы вставали и мы немного встали на дыбы то есть уперлись модулем землю и оторвалось переднее колесо но подошли люди много вообще на самом деле добрых людей мы встречали в путешествии вот подошли люди которые помогли нам опустили его толкнули я теперь понимаю благодаря то что даже теперь с тобой всегда рядом да то есть загружается правильно мотоцикл до получается загружается сильнее передняя часть если еще менять двигатель например на более мощный какой-то совершенный тоже передняя часть загрузится вообще в планах думали может быть сделать спереди какие-то кофы еще для вещей инструментов до либо с водой но у вас я смотрю здесь еще место вот под углами есть которые возможно использовать до места на самом деле много надо просто это хорошо продумать вот переоборудование модернизацию мы будем как раз этим заниматься этой зимой вот или пока не путешествие но подготавливаю технику к новым путешествиям ну вот я с чем столкнулся что допустим ты когда путешествуешь ты там неважно застрял там или трогаешь техника на пыльная грязно нужно руки помыть до входа в домик и сейчас вот эти есть экстремальные канистры но пластиковый пластик у них сразу есть уже кранчики вот и это удобно что ты особенно кто оффроудом занимался да или неважно ты рыбу почистил на улице да то есть нужно руки ополоснуть то есть вот эти вот канистры можно смело вам использовать они и вес будут давать и это может быть тот же душ летний то есть у вас достаточно высоко и соответственно вот эти места того же модуля можно их использовать спереди как раз и будет вода потому что воды мало не бывает вот ничего даже то что я подкидываю какие-то свои мысли потом есть еще рейки универсальные для крепления груза алюминиевые там переставляется есть кольца есть винтовые части то есть и в случае вашего домика у вас фанерных можно закрепить как угодно где угодно и соответственно на стенах какие-то тоже элементы вешать вот потому что вот допустим что я сталкиваюсь своей жизни дрова вот я приехал сюда я взял везу с собой дрова почему потому что если ты хочешь установиться у какого-то водоема или еще где то то как правило туристы выбрали все дрова до отдыхающие либо соответственно это какой-то ивняк либо топляк либо дождь то есть вот запас дров какой-то сухой нужен для хотя бы розжига костра то есть у вас тоже какие-то вот ниши снизу можно для этих дров использовать там есть вещи когда мусор вот ну что-то текущие до нужно пакет куда-то положить тоже так бац куда-нибудь поднище положил то есть нишу она с одной стороны стекает то есть не образовывает кармана да но ты довез это текущий условно говоря отход и выбросил в контейнер тоже такие вот вещи могут быть полезны у вас тут место просто много по поводу дров мы с собой всегда возили печку щепочницу очень удобная вещь остановился если газ вдруг у нас закончился туда накидал шишек веток всяких и очень хорошо помогает альтернативный вариант когда вот например все заканчивается либо не успели заправить вот можно приготовить на огне отлично тогда ребят внутрь и как раз расскажите про ваш быт как устроена что я смотрю импровизированная вешалка у вас сделано так дашь ну конечно очень непривычно в таких маленьких объемах снимать надеюсь что у нас все получится давай рассказываю по порядку диванчик который раздвигается сюда вперед таким образом вот вплотную ну вот до сюда сюда устанавливаются вот эти подушечки ну и собственно так у нас мы спим сережа спит ногами сюда здесь два метра а я хорошо помещаюсь просто в эту часть у вас получается в ширину вот спальное место это где-то метр двадцать до примерно метр даже метр 05 вот у нас есть бил туалет собой есть газовый баллон на 5 литров и газовая плитка двухкомпорочная а вот он вертикально бак с водой на 20 литров насос от омывайки а включатель где кнопочка у нас здесь это не очень удобно но мы потом это все переделаем нужно какую-то какую-то с кнопочкой надо включается что мы поняли в путешествие уже когда получили свой опыт как лучше сделать и так далее вот как раз набравшись опыта мы будем дорабатывать либо строить новый проект уже более совершен но смотрите я вам что могу сказать вот с кнопочкой не всегда удобно вот который на лейке значит одно из решений это педалька вот как вы помните на швейных машинках электрической почему удобно то есть первый здесь допустим ты рук ногой нажал двумя руками моешь вот а здесь тоже что тут носком нажал вот она лежит на полу педалька и нажал да я почему я сейчас закончу мысль если вы принимаете душ да то есть вы вытащили лейку эту педальку тоже и двумя руками можете работать то есть это вот ну попробуйте почему потому что опять же педальку это можно какую-то придумать сделать самому может быть тоже от действительно от швейной машинки купить да а вот эти все краны с микриками так далее это уже на сегодняшний день достаточно дорогие такие штуки и она просто может быть нецелесообразно для вас вот это как бы просто такой вариант есть рейки лейки с курком то есть он по механическим воду зажимает то есть можно сделать краткое время нажать а можно постоянно зажать и он будет либо отпускаешь курок она закрывается чего такой вариант лейки есть механическое назовем это используют не знаю любой кто вот яхтами занимается вот этим оборудованием то есть они тоже есть это не только привязываться с караванерским а вот яхтенное оборудование то есть вот еще ее можете посмотреть то есть но единственное что кнопку надо будет также включать отдельно так извини я опять отвлекся на крыше у нас есть еще солнечная панель здесь установлен контроллер на сколько ватт солнечная панель на 170 ватт у нас заряжает аккумулятор панель через пивен контроллер самый простой с алиэкспресса то есть по моему 500 рублей или сколько то стоит не знаю стоит аккумулятор гелевой технология 75 ампер часов и установлен китайский инвертор тоже на полтора киловатта ну хотя он особо нам не пригождался если только ноутбук зарядить ну хотя есть специальное зарядное устройство на 12 вольт от ноутбука чтобы было меньше потери вот конвертации электрической энергии тоже изначально ноутбук на 12 вольт да ну да 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 мультиварку нужно не нужно рассматривали вариант то что на сегодняшний день они компактны вот и в принципе чем удобно что ты сумма закинул продукты да и едешь не тратишь времени стоишь у плиты вот а насколько она рассматривали его вариант раньше не рассматривали потому что я до вчерашнего дня не видела таких компактных а так конечно было бы я думаю удобнее что и плитку такую большую не надо сюда устанавливать ну мы просто захотели почему не взяли однокомфорно просто захотелось побольше комфорта но я правильно понимаю что обогрева у вас здесь нет никакого но то есть если что то есть обогреться нужно также газовая плита пошла как обогреватель да понятно вот здесь это у нас уже сразу идет ниша где ты сидишь вот это рядом шкафчик он какой-то еще функции смотрю он должен выполнять это обыкновенная водопроводная труба и вы получается вдвоем рядом сидите и вам этого столика хватает вполне нам хватает здесь храним посуду какие-то продукты в принципе все в этом плане хорошо комфортно а что вот под спальным местом то есть он достаточно большой рундук что там там сережа хранит в основном инструменты какие-то ну там стульчики у нас хранятся пенка теплые вещи например какие-то одежда бывает обувь 2 вот здесь шкафчик есть таким образом мы придумали освещение я смотрю это взяли новогоднюю гирлянду да то есть вот освещение вот здесь ленты красоты для уюта да а вот стоит в дальнем углу вентилятор почему он появился какую функцию он выполняет вообще изначально у нас был люк автомобильный из какой-то иномарки по моему и у него было нерабочек вот механизм открывания то есть он у нас подтекал он не плотно закрывался и в сезон дождей в сочи нам пришлось его загерметизировать полностью то есть он закрыть на зиму да и он сейчас у нас не открывается но любом случае вентиляция какая-то нужна то есть раньше мы например приоткрывали его за счет этого выходил там пар и так далее обмен какой-то воздуха происходил когда мы загерметизировала ли стало очень душно влажно то есть надо какую-то дополнительную вентиляцию делать я купил компьютерный вентилятор и врезал его в модуль и все теперь когда душно мы его включаем а подсос воздуха через щели в двери происходит то есть то есть условно говоря это при точно ясно вот я увидел вот эту трубу я так понимаю она связана с вот этим крепежом да да все верно у нас вот здесь был навес он был сделан из старого баннера бушного то есть все это сделано из пуха труб он раскладывался сюда вставлялась одна часть пуха трубы и в ответную часть другая вот и соответственно у нас был такой навес но к сожалению он вот года эксплуатации не выдержал у нас немного я начал рваться и мы его полностью демонтировали но пока не убрали еще вот эти вот закладные так скажем для трубы так и есть понятно еще хотел узнать ребят вот но все-таки вы едете у вас разные погодные условия от жары до до холода и дождя как вы умещаете исправляйтесь набором одежды то что мы условно говоря там носки однижнее белье футболки да и какая-то теплая верхняя одежда брюки там кофты куртки как вы умещаетесь ну конечно в таком по когда поживешь в таком пространстве приходится с чем-то мириться уменьшать количество вещей изначально мы набрали значительно больше чем 8 сейчас и поняли что неудобно с этим количеством вещей ездить потому что вечно что-то надо раскладывать что-то убирать переставлять и сейчас мы возим по минимуму одежды буквально там по паре пар чего-то но мы придерживаемся такого стиля минимализма нам в принципе это нравится считаем это более для нас комфортно и приемлемо просто мы стали более тщательно подготавливаться к поездке продумывать какие-то ситуации вещи которые нам будут необходимы и берем что-то такое универсальное в чем можно например там и на мотоцикле ехать и по городу пройтись не какие-то там мотоботы например но обычные берцы в которых я вот мы сейчас хожу когда холодно что это ну весьма удобная обувь я могу хоть в горы подняться вот не промокает ничто и могу на мотоцикле спокойно ехать некая погода не страшно давайте вот эту часть мы наверное завершим тем что вы расскажите вот ваш опыт да вот за эти 7000 до километров что вы будете дальше делать какие модернизации производить то есть вот мы про кабину поговорили да то есть это вот то что однозначно но как бы рассматриваете да какие вот такие вот глобальные изменения вы планируете ну пока что основной минус мы выявили это мощность двигателя то есть нам его не хватает не хватает скорости не хватает именно тяги в горы в подъемы какие-то и пока в планах либо переходить на технику с более мощным мотором это возможно урал трехколесный то есть есть уралы с платформой там платформа конечно меньше то есть они мы не случайно взяли именно этот рецикл потому что у него самая большая платформа из всех имеющихся которые вот мы нашли на авито там на на разных сайт вот а урала она меньше но зато мощнее мотор вот и сейчас мы ищем какой-то подходящий для нас вариант возможно мы сможем переоборудовать наш мотоцикл не знаю пока ни разу с этим не сталкивался как это будет просто быстро там дорого или недорого переоформить документы там на двигатель да на замену внести изменения в птс я знаю что машины так делают а вот насчет мотоциклов информации очень мало как это зарегистрировать и мало кто этим занимается я пока вот начал это изучать то есть много говорит что мы с мотоциклами дела не имеем и не не сможем вам помочь вот это первый такой недостаток и наверное то что нам бы хотелось переделать второе это наверное сам модуль то есть хотелось бы его сделать уже более каким-то легким более еще легче да потому что 300 килограмм это та нагрузка которую везет двигатель помимо нас и дополнительный расход первую очередь дополнительная парусность то что тоже сказывается на расходе на скорости сказывается на динамике мотоцикла вот сделать его более обтекаемый более легкий более какой-то совершенный в плане автономности возможно то есть больше запас воды возможно задействовать как ты уже говорил платформу внизу то есть какие-то рундуки сделать дополнительные развесовку переместить ближе к центру трицикла чем как у нас сейчас к задней оси вот пока такие планы по вот если ты ездил на мотоцикле да ездил на машине когда ты пересел на трицикл вот это ощущение что он в повороте перевернется боролся с этим очень очень долго боролся наверное неделю я привыкал вот полностью чтобы привыкнуть потому что хочется немного наклониться как на обычном цикле но этого не происходит ты же поворачиваешь там контр рулением по факту на мотоцикле да то есть наклоняешься и мотоцикл закладываешь на в поворот здесь такого не происходит то есть приходится рулем своей силой управлять здесь немного другая техника никак не связано ни с машинами не с мотоциклами это отдельный вид транспорта это что-то свое по поводу модуля значит я делал обзор это просто опять же рассуждаю значит и у европейцев есть и на драйв двору паренек есть по моему с питера брали пеноплекс его там саморезами соединяли придавали форму и обклеивали стекломатом вот то есть такая тоже технологии есть получается как монокок да и соответственно он возможно относительно легкий но это уже как бы нужно знать как работать со стеклоткани с матами вот потому что ну тоже есть везде свои нюансы но тем не менее штука получается без вот мостиков холода без стыков герметично если есть все правильно сделать то и легкой да я думал об этой технологии но для этого также нужны помещения какие-то то есть в гараже достаточно сложно я думаю будет это сделать маленький надо и вытяжку бы желательно то но я работал немного начинался с по тканью с активной смолой особенно когда я начинаю шкурить это весь чешешься потом либо вариант выбирать хорошую погоду заранее все подготовить и под каким-то навесом до делали либо так хорошо тогда вот туалет вы сам говорят пользуетесь модулем или все-таки палатку выставляете отдельно ну то есть нет то есть бывает просто когда долго стоишь удобно что палатку поставил и соответственно туалетом отдельные ряды стоящие у нас особо долгих стоянок то есть в среднем мы наверно 3-4 дня на одном месте стоим но это максимум то есть стараемся двигаться куда-то больше мест посмотреть каких-то если надолго и останавливаемся то останавливались мы в кемпинге где уже был свой душ твой лет и так далее то есть инфраструктура в каких-то более экстренных случаях пользовались когда нету где-то туалета как я уже говорил подвеска у данного трицикла не самая хорошая то есть передняя вилка не работает как мне бы хотелось а сзади вообще нет амортизаторов то есть еще в планах доработать эту часть возможно если будем переделывать этот трицикл поставить сюда на вилку не телескопическую а маятникового типа от урала ну либо аналогичным говорят что они весьма мягкие и просты там в обслуживании например чем вот телескоп а также по поводу задней части хотел бы отметить что даже несмотря на то что я поставил дополнительный амортизатор жидкостный все равно раскачиваются то есть хотелось бы например как один из проектов сделать что-то более проходимое то есть немного под оффроуд так скажем заточенная потому что любое бездорожье для нас это проблем то есть у нас были случаи когда мы застревали чтобы возможность сделать независимую подвеску на заднюю ось и и по поводу именно амортизаторов тоже есть в планах либо пневмо поставить чтобы регулировать как то там съехал с дороги поднял на трассу выехал опустил ну условно говоря либо какие-то уже более распространенные варианты поставить от классики там легкодоступные и простые чтобы можно было в пути подчиниться но смотри на самом деле практика показывает так что поставив пневму ты не добавишься мягкости то есть ты добавишься грузоподъемности вот потому что пневма имеет зону комфорта мягкую она в узком диапазоне и у него плюс такой эффект есть чем ты ее сильнее сжимаешь она сильнее сопротивляется то есть это не пружина который имеет длинную характеристику да она имеет именно упругой такой элемент поэтому здесь ты можешь получить обратный эффект что вот на грейдерах на грунтовых дорогах он будет жесткий то есть надо будет с ним стравливать пневму вот и соответственно играться здесь варианты пробовать если как нему стоит значит упрощать облегчать рессору вот но я бы пошел по пути подобрать рессор малолистовую и попробуйте ее поставить то есть это либо вот современные уазики буханки имеют малолистовые рессоры есть еще саратовский прицеп который использует некое подобие газельевской рессоры вот когда вот передний мост она одна листовая там даже сайлентблоки но она коротенькая то есть она примерно длины как у тебя вот но это один лист то есть ты получаешь с одной стороны грузоподъемность но при этом мягкость хода это не знаю на самом деле потом что касаемо внедорожных свойств то что ты ты подвеску хочешь сделать независимо поверь тоже ты замучаешься и очень трудоемко большая работа вот первое что самое простое это покрышки на протектор все остальное стравливать давление в шинах да то есть смело там на песок на не знаю там глина все что угодно там можно 0 8 стравливать смело да то есть и ехать это вот прям колоссальный запас по проходимости до второй вариант кинуть просто ручную лебедку который вот лодки затаскивать на прицеп да там у них бывает три метра пять метров вот фал и есть не с остальным тросом а именно вот как плоский ремень то есть да 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 то есть он получается легкая не заусенцев не ржавеет там ничего вот то есть это вот кинуть и условно говоря вытащиться самому заваривать дифференциал или какой-то самоблок стоит это получается либо какой-то жигулевский мост ставить потому что я не знаю что здесь по параметрам тоже не знаю как себя поведет потому что все таки если не догружено переднее колесо у тебя будет эффект что он поедет прямо на скользких грунтах поэтому вот надо еще взвесить взвесить то есть начать хотя бы с покрышек и попробовать поспускать колеса по накачивать вот а вот эту всю техническую часть уже ты потом посмотришь как что будет целесообразно ну да это наверное только совы там с какими-то экспериментами тестами потому что техника такая очень нестандартно это не мотоцикл не машина ведет она себя вообще по другому по-своему и получается что информации это никакой нет то есть ну уазиков там не полно которые всякой переделывают и так далее а знаешь откуда у меня опыт я тебе расскажу значит я был когда студентом мой трехколесный мотоцикл самодельный на выднх там выставка какая-то была самодельщиков занял первое место значит у меня у меня был задний мост от муравья колеса от улицы вот эти пухлые арочные вот передняя часть была от минска старого макаки его еще называли бак от макаки а двигатель от инвалидки ижевский вот то есть он с принудительным еще вентилятором с охлаждением воздушным вот то есть поэтому я знаю как ездить трехколесный мотоцикл вот и отчасти где-то я тебя понимаю но вот почему я говорю вот эти простые приемы в плане протектора покрышки строить это самый бюджетный самый доступный если посмотреть видео люди которые ездят на природу никто не стравливает колес если неопытные да то есть а это первое правило выезжаешь на бездорожье стравливать давление в шинах то есть как бы вот нет то есть ты сейчас можешь пойти по ложному пути то есть словно говоря наворачивая технику а тут оказывается есть просто простые приемы вождения просто не хватает опыта так начинаем blitz вопрос да ответ соответственно я задаю вопрос вы как считаете нужно такие отвечаете про время наверное начнем с того что финансы да то есть вот вы будучи студентами я так понимаю нигде не работали вот прям так чтобы полноценно да ну вы отправляетесь в путешествие значит какой у вас стартовый капитал ну я имею да уже вот техника озвучили сто тридцать тысяч да вы уже все подготовили и в дорогу вы входите в новую жизнь после института получается я закончила пермский политехно строительный факультет потом переквалифицировал фонографического дизайнера примерно год я работала дизайнером удаленно а серёжа в этот момент еще подрабатывал ой подрабатывал доучивался за этот год вот я накопила сумму наверное порядка 80 тысяч на наше путешествие серёжа да у меня сложилась ситуация так что я проучился три курса в университете тоже пермском политехе аэрокосмический факультет ну решил что мне больше это не надо я самостоятельный мне образование не нужно я чистился из университета и целый год я работал менеджером продажам там в колл-центре тоже ну нормально получал для студента так скажем недоучившегося но через год то есть я этот год зарабатывал там снимали квартиру я откладывал какие-то деньги вот и я понял через год что остался всего ничего один курс доучиться и получить диплом думаю что как-нибудь домущиться надо и когда-нибудь может быть и пригодится три года уже потрачил потратил на это и надо хоть что-то получить университета вот я восстановился в университет у меня было 25 долгов я за полгода их закрыл закрыл на отлично зимнюю сессию стал получать еще стипендию и вот получается на те деньги которые я заработал за год менеджером мы с даша работала тогда еще мы вместе в факультете а нет раз да то есть мы жили в квартире снимали там кушали и вот как раз на те деньги которые даже зарабатывала на те деньги которые я за год скопил и стипендия плюс стипендия еще было то есть с учетом вот всех этих расходов у меня наверное на начало путешествия тоже осталось примерно 80 70 тысяч может быть с этими деньгами мы поехали ну на двоих условно 150 150 вот ежемесячные расходы денег на жизнь прикидывали с учетом то что вы передвигаетесь тогда считали это скоро выйдет у нас видео об этом на канале порядка 27 28 тысяч на двоих месяц но это мы посчитали то есть за 9 месяцев разделили так какие-то периоды среди большие какие-то больше и меньше получалось что последнее время у нас стала сильно техника подводить то есть сломался постоянные какие-то расходы эвакуации и на это деньги очень сильно тратились ну вот если подводить итог то за один месяц 27 тысяч на двоих продукты бензин там обслуживание какие-то развлечения и так далее то есть ну как бы путешествовали отдыхали не только вот работали но вот в реальности да понятно что вы перезимовали на юге да ну не будешь сам горя зиму проводить в таком маленьком домике да то есть какими вы благами цивилизации пользуетесь своей жизни насколько вот допустим вы проводите времени в домике да и какие вам у вас есть потребности вот этих вот благ цивилизации и как часто на самом деле если бы было какое-то отопление то может быть и можно было бы там и не зимовать но так как отопления нет даже сейчас вот пять ночью на где-то холодно нам очень мы где-то с декабря устроились в гостиницу работать администраторами также нам предоставим это сочи да это сочи было на там работали какую-то копеечку получали и там жили работу как нашли на авито через интернет а за месяц до этого получается в ноябре примерно мы стояли в адлере на парковке и уже тогда подпортилась немного погода то есть но не покупаешься ничего я думаю надо подзаработать где-то денежек еще но на дальнейшее существование я устраивался мотомехаником то есть я месяц еще работал мотомеханика там же судьба в адлере да 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 по факту мы можно сказать такие немного мобильные в этом плане кончаются средства ищешь работу подработку какую-то не так уж и много в принципе нужно если есть желание то работу можно найти хоть где сколько зарабатывали вот сочи заработали совсем немного как бы только на еду в основном тратили либо на переделку с учетом еще того что мы бесплатно также мы подрабатывали удаленность и даже в сайтворксе так как работает он брал заказы некоторые то есть на авито объявление давал что услуги конструктора да и так но делал я для знакомых да то есть вот кто проектирует хочет там бампера обвес и баки да то есть обращаете те же авто дома мебель вот дипломированный специалист с отличием закончился так даже дизайнер ты по интерьерам дизайнер нет я графический дизайнер это реклама да я продать мерч так отлично честно говоря я кайфую от этих ребят вот вы видите улыбку и радость людей да то есть они не живут там вот мыслями заплатить налоги квартиру там вот еще что-то люди вот счастливые люди значит такой вопрос ребят мы когда вчера сидели за столом да вы я предложил вина вы отказались мы не пьем вину вот это определенные показатель личности человека да потому что на сегодняшний день там кто-то пьет алкоголь потому что там что-то расслабиться кто-то там согреться в плохую погоду почему вы не пьете алкоголь мы стараемся не напрягаться ну да есть и это исследование по вреде алкоголя то есть в любом случае чрезмерное употребление в лебедит как бы и вот где эта грань и я не знаю мы для себя поставили грань что употребление в принципе алкоголя вредит организму без разницы в каких дозах не было и так далее не принуждаем каждый живет как хочет это наш выбор ну курение я так понимаю тоже значит вот была ли какая-то психологическая ломка или ее не было потому что вы не хлебнули такой скажем жизни да хотя нет ну ты же проработал в рекламу а нет нет не курение это все понятно я имею туда то есть вот не было такой ломки что вы закончили институт да то есть нужно там не знаю как молодая там семья заработать на машину на квартиру на дом там то есть какой-то опыт приобрести до что потом работаю найти а тут вы бац идете вот таким путем ну вот как жизнь поведет да так и поведет не было вот какой-то ломки в принятии такого решения ну на самом деле вот после или страха или страха принятия после того как мы закончили учебу до начались какие-то мысли о том а что же дальше делать это на самом деле я считаю очень серьезная проблема у молодежи потому что люди не знают после выхода университета куда им податься потому что вроде как бы и знание есть и диплом есть опыта работы нет без опыта не берут я поэтому и переквалифицировалась потому что я не могла найти работу по специальности меня не брали никуда без опыта работы да либо начальная зарплата настолько низкая на там производстве либо на каких-то технических специальностях что проще там устроиться в макдональдс и там не знаю за пару месяцев там вырасти в должности и зарабатывать уже хорошие деньги поэтому это такой сложный выбор у молодежи сейчас и очень непростых ситуациях многие ребята находятся потому что во первых сами поступили например сделали выбор об университете там о специальности не совсем свой возможно навязанный обществом родителями друзьями какими-то еще авторитетами потому что уже надо что-то придумать что-то решить куда-то идти нет какого-то собственного мнения именно желание там продвигаться цели конкретной которую там человек видит и туда движется многих этого вот сейчас нет эта цель либо навязана кем-то либо вот просто люди плывут по течению не пытаясь с ним бороться там и это проблема на мой взгляд за ваши вот путешествие за период вот вашей такой кочевой жизни самая какую-нибудь веселую историю вспомните расскажите забавную мы расскажем самую удивительную историю которая с нами произошла связано нас вот обратно мы когда поехали на генеральские пляжи там дорога очень непростая особенно на наши техники мощи с трудом туда доехали 20 километров ехали наверно часа два там горы подъемы и все это по бездорожью по полям встали в одном месте но очень хотелось подъехать поближе к морю стали мы далеко от моря и решили сменить место локации и по дороге в общем застряли там была лужа и причем лужа подсохла уже но там типа пластилина такая вот самая вязкая грязь которая как раз таки привела к забуксовыванию нашего одного колеса да да мы застряли долго возились потом остановился мужчина нас помог вытащить из этой лужи но пока пока мы там буксовали серёжа сгорел сцепление мотоцикл сцеплению и так очень тяжело при трогании на самом деле потому что большой вес и в горку вот например его немного приходится подпаливать так скажем вот а тут вообще мы застряли и пришлось его так хорошо покрутить но сцепление сгорел да из грязи нас вытащили на что делать дальше непонятно потому что 20 можете ехать не можем никого вокруг нет 20 километров там в радиусе до цивилизации еще весна не особо там жарко народу практически не было 20 километров до идти пешком что-то искать где-то магазин а вдруг там вообще ничего нет мы стали так немного писать знакомым которых уже встречали по дороге мотоциклистам что такое мотобратство мотоциклисты думаем прекрасно знают если написать одному человеку он это раскидает по всем всегда найдутся люди кто поможет получилось так что парень с которым уже познакомились в анапе когда он вечером после работы сказал я приеду и 200 километров да да он сам из тюмрюка то есть он приехал с тюмрюка на генеральские пляжи генеральские пляжи купил нам сцепление по моему уже 10 часов или бы 11 вечера до 10-11 вечера уже темно еле нас нашел мы час там проковырялись ты там не связи ничего нет мы ему мы выходили на гору чтобы как-то с ним связаться отправить сообщение геолокацию скинуть потом все стемнело мы там маячки давай ставить чтобы он нас как-то опоздал вот в итоге там спустя какое-то время мы нашлись давай ставить сцепление толком ничего не получилось темно уже ничего не видно и в общем отправили его потом домой обратно сказали конечно большое спасибо он нам еды еще привез да невероятный человек александр вот и он в час ночью примерно уже поехал от нас и обратно так что александр если ты смотришь это видео вот большое спасибо мы всегда тебя вспоминаем добрым словом хорошо самый негативный случай с чем пришлось столкнуться это только поломки мотоцикла какие-то серьезные а вот каких-то таких я могу вспомнить сотрудников полиции в ростове которые нас остановили и хотели в общем сказали что мы пересекли там сплошную линию хотели лишить нас права да ну пришлось с ними поговорить и раз дальше еще на тот момент ехала внутри то есть это была начальная дорога мы ехали уже восьмой или седьмой день то есть мы были уставшие некогда было споре с ними не было ни желания ни сил и в общем мы решили немного эту ситуацию по-другому но то есть решила реально полосы ничего не пересекали просто они у них там схемы да ну много знают наверное в ростове и известны ну к сожалению да гаишники есть хорошие к сожалению есть плохие сейчас вы находитесь в туле как туда попали и с чем вы там занимаетесь мы возвращались из крыма в казань ехали в казань на фестиваль русские дороги очень хотели туда попасть со своим домиком но получилось так что мы не доехали и сломались в созрани то есть перегрелся опять-таки двигатель непонятно почему мы вроде не только что поменяли поршневую до выехали из сервиса там тысячу километров проехали и заклинил калинвал мы долго думали что делать искали в сызране и запчасти нашли калинвал но к сожалению в магазине нам продали очень похожую запчасть но не то есть длина шатуна а мы не померили хорошенечко то есть подшипник был во первых другого диаметра визуально все очень похоже но по делу осадки получена да не то длина шатуна другая то есть получается компрессии никакой нет и он толком не ехал у нас пришлось с парковки эвакуировать его сперва в сызрань в мастерскую да там сказались что вот такие то такие то проблемы это все не быстро и мы с рюкзаками отправились на русские дороги потом когда автостопом потом когда вернулись обратно нам сказали ну вот это опять таки все не быстро детали надо заказывать то есть две недели минимум и надо чтобы это все подошло плюс сказали что посадка под подшипник уже разбита вот и мы немного расстроились и думаем что делать нам в сочи мы познакомились с одним мужчиной он с мотор радио как раз такие стулы александр он при встрече нам сказал приезжайте к нам в туал мы вас устроим там работа и обеспечим жильем и так далее все поможем мы думаем ну поехали почему бы не попробовать у него есть свой мотосервис и он нам рассказывал и звал туда к себе вот мы с ним связались и наняли эвакуатор так скажем ну как эвакуатор мы в этом сервисе сделали сцепку да то есть сперва мы прицепили к передней вилке нашего мотоцикла фаркоп как он называется от прицепа ну чтобы цеплять за фаркоп машин вот это устройство и проехали там буквально 10 километров таким образом здесь мы сидели все машине наш мотоцикл тянули из-за того что было очень много степеней свободы мотоцикл бросала из стороны в сторону даже при разгоне там 50 километров в час перевернется вылетит навстречку в общем очень опасно выехали мы ночью уже ближе ночью вечером 11 уже было темно опасно так передвигаться мы приняли решение с ребятами что это надо все переделывать заехали к их знакомым сервис от ребят которые нам изначально создание сервисе чинили смотрели мотоцикл как раз с ними мы и поехали они тоже мотоциклисты это же у них есть знакомые везде мы заехали к их знакомым в сервис сняли переднюю вилку и намертво приварили сцепку к раме мотоцикл получился такой прицеп прицеп дом на колесах то есть ну вы просто убрали лично свободный элемент да да вот именно вот эти шарниры все мы убрали и таким образом мы доехали до рязани сперва а потом с рязани нас александр таким же образом забрал и теперь я работаю у него сервисе мотомеханика и мы снимаем квартиру потому что уже в домике ходу ты дашь в это время чем занимаешься мы недавно приехали я пока еще ищу работу ну а так занимается монтажом видео вы на что снимаете я объясню почему потому что я наигрался с камерами здесь вот какие-то моменты удобно но когда в путешествие нужно что-то сделать быстро вот эту камеру достать или она должна все время где-то что-то закреплено неудобно я потихонечку осваивать телефон начинали как бы с нуля особо опыта в этом у нас не было сначала снимали на экшн камеру да на китайскую камеру простую ну и на телефон какой-то android тоже ну качество да не очень было понятно намного писали что что у вас качество что со звуком давайте улучшайте но постепенно накапливали на это средств сейчас мы снимаем на два айфона приняли решение что у них очень хорошие камеры стабилизация хорошая звук тоже пришли к телефону да он всегда с собой под рукой если что-то надо подснять тут как тут не надо там его отдельно заряжать как камеру видео монтируете на ноутбуке я монтирую в какой программе фильморы называется программа бесплатный да нет она платная я покупала подписку за у меня потому что премьер не тянет ноутбук и это тоже плохо тянет надо будет я вот в телефон поставил себе movavi клип вот и бывает там перед сном там чем хорошо там разные форматы есть сразу для инстаграма для ютуба ты выбираешь который тебе нужно девушка бесплатно значит там и вариант если бесплатно то будет в уголочке movavi клип можно купить там с какой-то небольшой подпиской на срок я заплатил пожизненное там что-то три тысячи рублей все я буду пользуюсь то есть простая такая логичная программка есть музыка выбор которые для ютуба чтобы не баню вот как-то некоторые видео сейчас пробую там сделать именно почему потому что тоже есть желание вот какой-то формат снимать в стиле лайфа да вот какие-то поездки вот сейчас я с кольского вернулся я снимал все на телефон потому что вот действительно это будет еще в любой момент там ребенка подснял либо наоборот ребенку дал он видит что снимает и вот старший сын снимал проезды там через броды через камни вот то есть и ребенку какое-то приключение участие с папой получил что это вот на сегодняшний день решение интересно так мы отвлеклись какие у вас план то есть тула дальше что делать зимуем там в планах модернизировать наш мотодом но об этом мы уже обсуждали что мы хотим изменить либо же строить новый проект какой-то то есть в любом случае это будет пока что трехколесная техника то есть мы не хотим от своей концепции уходить к тому же нас многие поддерживают что мы такие первые единственные в россии продолжайте мы за вами следим болеем и так далее большое спасибо всем за это конечно вот скорее всего такие планы пока что на зиму на зиму на весну а как только будет уже потеплее можно двигаться в новое путешествие причине есть направление куда только ориентиры какие-то но карелия конечно это хорошо единственное что должны быть готовы комара вот считается самое золотое время это конец но середина даже июля август и даже отчасти сентябрь почему потому что в сентябре есть шанс и так холодно но увидеть северное сияние и шанс вот соответственно комаров не очень много вода еще если опять же ответа здесь еще и есть возможность покупаться поэтому да к сожалению погода очень сильно переменчива всех краях но что хорошо дороги ровные вот если вот основные какие-то перегоны очень много лесных дорог но условно грейдеры либо они глиняные либо песчаные то есть тоже в принципе везде можно проехать вот ну вот где-то с инфраструктурой будет тяжело я имею то что большие перегоны между заправками вот то есть нужно запас по топливу иметь где-то к сожалению то ли за коронавирус это еще что-то много кафешек закрыты но тем не менее кафе есть инфраструктура какая-то есть именно если где-то перекусить остановиться безопасно вот потихонечку вот эти кстати тоже из подсказки rv land если ребята вот сайт и отчасти я где-то пользовался их сайтом базы по кемпингу почему потому что но тусон говорят и едешь уже ближе к мурманску съехать некуда болото то есть стоять у дороги тоже не всегда хочется слушать шум вот и опять же дикие животные всякие этой может быть не медведь это может быть стать собак у меня был прецедент когда с рексом на нас напали стая собак на рекс вот и вот эти вот кемпинги это некая зона комфорта безопасности и вот можно по этому сайту ориентироваться находить вот причем заранее узнать сколько денег стоит там загрузками загрузка есть места свободны в этом плане был ну что ж ребят я надеюсь что беседа получилось знаете как я вас допросили что-то я на такое надеюсь для вас полезное рассказал еще раз хочу сказать вы настолько позитивные ребята жизнерадостные хочется пожелать чтобы в таком же духе продолжали вот то есть чтобы вас люди такие же позитивные до окружали да то есть неважно просто радуетесь есть какие-то проблемы да они помогают решить вот все желаю чтобы у вас все было хорошо большое спасибо все счастливо все тогда выезжаем из кадра всем пока ну давай а электростартер почему нет он есть но аккумулятора не хватает а а он а а Субтитры сделал DimaTorzok